Коллеги, товарищи, здравствуйте! Творческие созидательные порывы — это очень хорошо. Меня не радует. Меня радует видеть, когда человек пытается творить. А вообще, единственная научная теория происхождения человека — это трудовая теория. Труд — это осознанная деятельность человека, направленная на видоизменение окружающей действительности. В этом плане труд и творчество — это, в общем-то, практически одно и то же. Хотя сейчас мы, конечно, понимаем, что труд бывает разный, творчество тоже бывает разное. Тем не менее, как я уже сказал, мне нравится, когда люди пытаются творить, и когда эти творческие порывы находятся в инженерной сфере. Это замечательно. Инженеры активно преобразуют окружающую нас в действительность. Сейчас в соцсетях очень много каких-то записей, видео, каких-то изобретений, поделок, изделий на той или иной степени проработанности, той или иной степени качества, которые люди делают как хобби. И это мне тоже нравится. Это хорошо, это интересно. Но что меня удручает, это когда специалист, хороший специалист в какой-то инженерной сфере начинает делать изделия из другой инженерной сферы и допускает ошибки. Мне это не очень нравится. Хотя я понимаю тех людей, иногда хочется делать разные вещи. Я сам иногда не проще залезть в те сферы, в которых я только развиваюсь, поскольку когда что-то делаешь, ты развиваешься, и ты улучшаешься в этой сфере. Ну, если человек это делает, я считаю, должен быть готов к критике. К слову говоря, на тему таких вот изделий уровня гараж-монтаж. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я опасаюсь то, что их обилие в соцсетях приведет к, в общем-то, к исчезновению инженерной школы. Какой-нибудь школьник заходит в соцсети и видит, ну, так себе изделие, которое показывает не очень хорошую инженерную практику. Это вот мой страшный сон, что у нас ситуация будет как, например, в Индии. Там очень много студентов пытаются развиваться, но их изделия, откровенно говоря, странные. И, в общем-то, честно говоря, уровень формулы студент у нас не очень высок, если мы говорим применительно к формуле студент, как к инженерному творчеству молодежи. Я не знаю, что происходит в других инженерных проектах, в молодежных именно. Может быть, там все хорошо, но почему-то в формуле студент очень мало достойных команд. Но студенты, они ошибаются. Это процесс образования. А бывает, когда ошибаются уже взрослые специалисты с опытом. Это опаснее, поскольку для студентов этот человек выглядит как авторитет. Но он тоже может допускать ошибки. И сегодня мы разберем одно такое изделие, которое было опубликовано в сети. Я очень надеюсь, что этот человек на меня не обратится. Обязательно надо смотреть дисклеймер к моим видеороликам. Я ни в коем случае не хочу оскорбить человека. Я к нему отношусь очень позитивно. Я с радостью смотрю на некоторые его другие изделия в другой сфере. Они действительно достойные. Но тут он опубликовал что-то, что входит в сферу моих интересов. И поэтому я решил покритиковать это внутри рубрики «Инженерный трэш». Цель не оскорбить, не устроить какую-то разборку, а критика. Если мы что-то публикуем в свободный доступ, готовьтесь получать свободную критику. Без критики мы стагнируем. Критика делает нас лучше. Поехали! Началось все с такой записи. Еще один проект на продажу. Так вот, проект на продажу не может и не должен так выглядеть. Я бы никогда не дал предоплату за данный рендер. И причина не в том, что существует неопределенность по успешности проекта и так далее. А в том, что то, что показано, это не похоже на гоночный автомобиль. Скажем так, это не похоже на безопасный гоночный автомобиль. Что тут видно? Ну, во-первых, это даже не дизайн-концепт. Тут все далеко даже до дипломных проектов выпускников Строгановки, которые я как-то оценивал. Не показано шасси. Максимум, что здесь видно, это компоновка. То есть, это даже не стадия эскизного проекта по ГОСТу. Что же видно по компоновке? Первое. Расстояние между спиной манекена и двигателем абсолютно и абсурдно нереалистичное. Если это автомобиль для спортивных каких-то целей, пускай и не на официальные соревнования, то за спиной у манекена должно быть место для сидения, крепление ремней безопасности, которые не должны впиваться в плечи, и должна быть перегородка с моторным отсеком за ней. Огнеупорная перегородка, так как двигатель горячий, много технических жидкостей, и в случае инцидента надо отделять все это от пилота. Автоспорт знает очень много случаев, когда из-за отсутствия нормальных требований к огнеупорной стенке пилот получал очень страшные травмы. Далее интересует вопрос, а есть ли место для расположения впускных и выпускных коллекторов? На данном рендере его не видно. Второй пункт. Раз уж мы про моторный отсек, а не маленькое ли расстояние между ведущей и ведомыми звездами главной передачи? Ну или наоборот, не слишком ли большое передаточное отношение? Речь идет про углы охвата цепью ведущей звезды. Например, справочник Ануриева рекомендует межосевое расстояние 30-50 шагов цепи. Шаг мотоциклетной цепи 15,88 мм. То есть рекомендуемое межосевое расстояние 476-794 мм. Мне что-то кажется здесь меньше. При снижении межосевого расстояния при расчете допустимых нагрузок должен вводиться понижающий коэффициент. При этом рекомендуется все равно соблюдать угол охвата, чтобы он был не менее 120 градусов. Ну, тут я бы сказал на грани. Третий момент. На задней оси три тормозных диска. Я понимаю, что это промежуточная сборка и третий диск, или наоборот два других. Там, возможно, случайно. Но когда вы представляете свою работу в обозрении не как промежуточный эскиз поделиться с друзьями, а говорите о каких-то денюжках, надо давать как-то более определенную картину. Четвертый момент. Расстояние от груди до передней дуги крайне мало. Руль либо утоплен внутрь, что вообще крайне странное решение было бы, затруднившее компоновку рулевого колеса и ограничив его диаметр допустимыми углами изгиба рук. И к тому же возник бы вопрос о размещении приборов и доп. органов управления. Если же руль все же не под или в глубине за дугой, то я готов поспорить, управлять автомобилем будет крайне мучительно из-за слишком острых углов в локтевом суставе. Исключение тут может быть одно. Если у вас малые углы поворота руля, большое передачное отношение, и руль необходимо продавливать, используя широчайшие мышцы спины, которые наиболее сильные, тогда можно при согнутых локтях реализовать большее усилие. Но на точность управления это скажется крайне отрицательно. Пятый момент. Ноги перед передней осью. С точки зрения безопасности это так себе решение. Вопрос тут, конечно, уже применимости данного изделия. Где его будут применять? Чуть позже были опубликованы элементы конструкции, ответившие на часть вопросов. Да, и компоновка здесь стала лучше. Видно, что разработка пошла вперед. А теперь внимательно посмотрите на рендер. Вы ничего не замечаете странного? Смотрим на главную дугу. Что, главная дуга должна лежать на голове манекена? А теперь посмотрите внимательно на манекен и задайте себе вопрос. А что, в этом спортивном автомобиле пилот будет ездить без шлема? Я сомневаюсь, что данный зазор между головой и главной дугой поможет разместить там нормальный шлем. Нормально разместить его, а не вдавив в главную дугу. Далее посмотрим на раму. Ну, регламент для каких-то там студенческих соревнований формула студент это отдельная тема. Тут сразу скажем, что данная рама их не удовлетворила. Но автомобиль не для формулы студент, хотя по габаритам похож. Распорки, держащие переднюю главную дугу, постоянно приходят непонятно куда. И принцип триангуляции от узла к узлу, он трещит по швам. Ну, близко, но вот на грани. И почему нельзя переднюю дугу сразу нарисовать для публикации в нормальном и правильном положении? Видно же, что идет жесткая интерференция с рулевым колесом и руками водителя. Поясняю. Сначала надо всегда рисовать компоновку водителя, положение водителя. И после этого рисовать вокруг него раму, избегая интерференции. Зачем вот этот метод последовательных приближений? Сначала рисуем водителя. Если надо, сделали манекенчик, посмотрели, как вы сидите. Сняли размеры, нарисовали манекен водителя в софте соответствующем. И делайте раму вокруг водителя, так, чтобы были везде необходимые зазоры. Ведь в чем суть? Суть в том, что даже точки крепления подвески можно будет подвинуть. А водитель у вас меньше не станет. То есть он сразу создает минимальный объем, который вы должны обеспечить внутри рамы. Далее вопрос. А какой ход педалей? Их нет на рендере, но ноги уже практически в передней перегородке. Да и вообще размер деформируемого элемента спереди заставляет вспомнить историю Билли Монгера, который лишился ног в очень нехорошем инциденте. Я уж не говорю про расположение рулевой в районе голеностопа. Ну, тесно же. Тесно. Практически как на Эстонии. Аналогичная высота переднего квадрата. При посадке, я так понимаю, стопы выше не поднять, да? Или они выходят за пределы несущей конструкции. Тут все-таки надо небольшой зазор бы оставить. Посмотрим на подвеску. Там больше не про ошибки, а в принципе как тема для обсуждения. Задняя. И передняя. Поскольку это было опубликовано в соцсетях, я не удержался и посмотрел комментарии к данной конструкции. Что пишут люди? Комментарии. Гениальная подвеска. Это просто и гениально. Хоть и ново, но рентабельно. Все гениальное просто. Гениальная подвеска. Развитие идей Пабло и Туралте. Кто не знает, это главный инженер команды Формулы Студент МАМИ в прошлом. А в данный момент это декан транспортного факультета Московского политеха. Это творческая идея. Может быть это и гениальная подвеска. Тогда возникает вопрос. А почему сам Пабло и Туралте отказался от данной подвески в своих следующих автомобилях Формулы Студент? Еще будучи студентом или аспирантом, я там точно по годам сейчас не буду говорить, а то ошибусь. Давайте подумаем. В комментариях проскочило то, что это развитие или разновидность подвески так называемой Бельвиль. На самом деле это не совсем подвеска. Речь идет о Беррибилл Спрингс, то есть определенной схеме расположения упругих элементов с использованием набора тарелчатых пружин. Ну, диафрагменных пружин, то есть. Если бы это была гениальная подвеска, то ее бы все уже использовали. Но это не так. Есть свои плюсы и минусы. Например, то же шасси Татус ФА-010, взятое за основу для Формулы Россия, которую проводил Анонев, имеют схему, про которую говорится в комментарии, но не сзади. Почему-то. Ответ прост. На самом деле это просто компоновочный компромисс. Так же, как и текущие подвески на Формуле 1. Сама такая подвеска представляет качалку, которая качается, сжимая амортизатор при одноименных ходах подвески и смещается вбок по оси, на которой установлен пакет тарелчатых пружин при разноименном ходе, то есть при крене. Удобство в том, что если пакет пружин собирать по-разному, то получается разная угловая жесткость при крене кузова. Естественно, хода подвески при крене получаются весьма малыми. А теперь постараемся найти ответ, почему сейчас такие подвески не очень-то часто используют. Итак, поверхностными мазками накидаю проработу упругих элементов и демпфирование. У автомобиля, имеющего 4 колеса, есть несколько мод колебаний этих колес. А ввиду того, что автомобиль опирается на поверхность земли непосредственно через эти колеса, условно вертикальные колебания этих 4 колес надо рассматривать. Я говорю условно, потому что в реальности центр масс колеса движется по некой кривой траектории, при этом еще изменяется угловая ориентация колеса. Тем не менее, если пренебречь податливостью соединений, то каждое колесо имеет одну степень свободы. Какие моды движения в итоге реализуются? По факту, все возможны из 8 состояний. 4 степени свободы, когда колесо движется вверх и 4 степени свободы, когда движется вниз. Да, в реальности это как бы 4 степени свободы, но удобнее разделить степень свободы на две составляющие, движение вверх и движение вниз. Так удобнее просто в дальнейшем рассмотрении. Итак, у нас есть одноименный ход каждого колеса вверх и вниз, это наезд на неровность. У нас есть крен на передней оси и крен на задней оси, это разноименный ход. Реализуется он синхронно из-за инерционных сил в повороте, но может реализовываться и при наезде на неровности. Также у нас есть продольный крен или тангаж слева и справа. В реальности продольный крен слева и справа практически всегда реализуется синхронно в торможении, в разгоне и при переезде длинной неровности на полотне поперек трассы. Как итог, из-за разных физических факторов у нас реализуются суммарные моды. Крен поперечный и продольный, это движение в повороте, ускорение и замедление. Одноименный ход всех четырех колес, это действие прижимной силы, а также длинные продольные перегибы на дороге. То есть переход от ровного участка к подъему и так далее. И последний это перекос, когда на задней и на передней оси в противофазе происходит разноименный ход. То есть крен в разные стороны. Это движение по периодическим неровностям или пересечение неровности под углом. Все эти моды могут совмещаться в некой пропорции. Например, прижимная сила не отменяет неровности покрытия и крена в повороте. Ну и так далее. Далее. Дорожные неровности действуют на относительно высокой частоте и малой амплитуде. Инерционные и аэродинамические нагрузки относительно медленны. Для настройки подвески существуют противоречивые требования. Когда нужна какая жесткость? Например, для аэродинамики наличие крена плохо, так как меняется положение аэродинамических элементов. Но податливость деталей и узлов неплохо бы компенсировать креном и возникающим при этом кинематическим дополнительным отрицательным развалом на внешней стороне у колеса. При этом в ускорении торможения нам нужно опять-таки иметь строго вертикальное положение колеса для обеспечения оптимальной формы пятны контакта. То есть сделать просто статический развал это не всегда хорошая идея. Далее, распределение жесткости по крену между передней и задней осью влияет на баланс автомобиля. Причем несколькими механизмами, являющимися неделимыми моментами сложного движения многомассового тела под названием автомобиль. А значит жесткость по крену хотелось бы настраивать. И настраивать отдельно от жесткости и демпфирования, которое имеет отдельное колесо при движении по неровностям. Потому что есть оптимальная жесткость для реализации сцепных сил и необходимо уменьшить колебания нормальной силы в пятне контакта. Все это нужно для увеличения сцепления. Кто серьезно изучает динамику шины, знает почему. Таких взаимосвязей реально много. Я упомянул только часть. Например, хотелось бы иметь отдельную возможность контролировать продольный крен отдельно от индивидуальной жесткости колеса. Это как вопрос аэродинамики, так и вопрос кинематического положения колеса относительно опорной поверхности. Как итог, для точной настройки динамики автомобиля нужно иметь возможность настраивать максимально независимо друг от друга индивидуальную жесткость и демпфирование колеса, жесткость и демпфирование по крену, причем отдельно поперечному и продольному. Что у нас обеспечивает подвеска данного аппарата? Жесткость индивидуальных колес напрямую связана с друг другом и завязана на один элемент, который работает при одноименном ходе подвески. То есть продольный крен контролируется этим же элементом. Крен контролируется стабилизатором в виде трубы и теперь он совсем не имеет демпфирующего устройства. Если бы мы имели по амортизатору на колеса, то угловые амортизаторы все равно бы обеспечивали некое демпфирование по крену. Здесь же при крене амортизатор работает только из-за перекоса углового положения в небольшом диапазоне. Далее, в данной реализации невозможно регулировать высоту положения кузова, не меняя передаточного положения механизма из-за изменения углов в передаточном механизме как таково. Да и фактически, связав колеса одним амортизатором, мы делаем подвеску более зависимой. Если при индивидуальных амортизаторах наезд на неровность одним колесом влияет на данное колесо, то только через кузов, который в силу инерции дает запаздывание этого влияния. Здесь же подвеска становится более зависимой. Пружина при сжатии одним колесом, например, при наезде на неровность, когда нет боковой инерционной силы на кузове, толкает другое колесо в противоположном направлении. Понятно, конечно, что и там, и там есть стабилизатор по крену. Далее, вообще текущая реализация не самая компактная. А значит, к ее гениальности, в кавычках, у меня тоже вопрос. Держите иллюстрацию. Через одну качалку приводим короткий стабилизатор и от него же амортизатор одноименного хода. А по факту, подвеска с двумя амортизаторами на одноименной и разноименной хода – это правильное развитие подобной подвески. Последние годы она завоевала свое место в формуле студент, и мы ее как-нибудь отдельно разберем. И она же сейчас является основной схемой для всех подвесок в формуле 1. Причем в формуле 1 применяют ее, а не схему с тремя амортизаторами. Только по причине снижения массы и удобства компоновки. В идеале они бы ушли на три амортизатора. И рассматривайте данную информацию как фактическую от человека, который там работал и знает, о чем говорит. Дальше вопрос. Если в процессе производства из-за компоновки или неточности производства ваш автомобиль получается несимметричным по диагоналям слева и справа, как вы будете регулировать диагональное перераспределение веса? Точнее, просто распределение веса, статическое. Подумайте на досуге над этим вопросом. И помните о том, что несимметричность между диагоналями обеспечивает разную реакцию на поворот автомобиля влево и вправо. И возвращаясь к подобным схемам, можно случайно нарваться на чрезмерно большие податливости. А в случае с ведущей осью, большая жесткость по крену и отсутствие демпфирования по крену крайне плохо сказываются на стопных свойствах. Речь идет о разгоне при выходе из поворота. Итог по подвеске. Будет ли она работать? Да, будет. Является ли она каким-то инженерным трэшем? Нет, не является. Но возможности по настройке данной подвески, они крайне снижены. Они малы и для точной настройки гоночных автомобилей, что сейчас требуется в автоспорте, они недостаточны. Данная реализация является прошлым веком. Да, она имеет определенные преимущества с точки зрения изготовления, возможно. Но тут, в общем-то, надо смотреть, какие критерии, какие входящие были при выборе конкретной подобной схемы. И да, я сказал далеко не все по данной тематике. Я думаю, мы вернемся в отдельном образовательном ролике про систему подрессоривания, разные варианты реализации и теорию по этому вопросу. Уже закончив запись, я понял, что я не упомянул о нескольких принципиальных проблемах в данной реализации подвески. Начнем по мере нарастания проблем. Первое, что сразу бросается в глаза, это консольное закрепление рычагов на кулаке. Это создает излишнюю податливость в узле, которую зачастую недооценивают и которая приводит к тому, что реальное положение колеса отличается от того, что хотел создать конструктор. Это может быть инженерный компромисс, и поэтому я поставил это на, скажем так, третье место в рейтинге проблем. Следующий момент, это что при подобном приводе амортизатора передаточное отношение получается меньше единицы, то есть ход на амортизаторе меньше, чем ход на колесе. При малых ходах подвески это означает, что амортизатор будет работать крайне мало. И также стоит отметить, что амортизатор достаточно большой. Вопрос, как согласован его ход с ходами подвески. Тут уж данных нету. Остается надеяться, что все сделано правильно. Ну и самая большая проблема, которую здесь видно, это то, что тяги привода стабилизатора находятся под значительным углом к плоскости, в которых качаются плечи привода стабилизатора. Соответственно, это приводит к тому, что эти тяги изгибают их, поскольку тяга передает силу вдоль своего, вдоль своей оси. Соответственно, здесь получается не один упругий элемент, а три. Три. Один упругий элемент это пружина, которая работает при одноименном ходе колес. И два отдельных упругих элемента, которые связаны с левым и с правым колесом и представляют собой рессору, которая изгибается и при этом одновременно еще вращает стабилизатор. То есть при ходе подвески, когда должен просто вращаться стабилизатор, частично будет происходить изменение геометрии плеч вот этих рычагов его привода. Но самое неприятное это именно при одноименном ходе и наезде на неровность. Если вы думаете, что у вас жесткость какая-то определенная, посчитанная, зная жесткость пружины и передаточное отношение от пружины к колесу, то это окажется неверно, потому что стабилизатор будет не просто прокручиваться и не вмешиваться в работу, а будет прямо влиять на характеристику жесткости, поскольку его плечи будут работать как дополнительные упругие элементы. При этом данные два дополнительных упругих элемента не поддаются независимой настройке. То есть с одной стороны вы не можете их настраивать не касаясь стабилизатора. И когда вы настраиваете стабилизатор, то есть жесткость по крену, вы переставляете тягу по плечу, меняя длину плеча и, как следствие, вроде бы жесткость стабилизатора, вы заодно меняете и жесткость этих, скажем так, ресор. Тем самым вы, регулируя жесткость по крену, априори вмешиваетесь в жесткость при одноименном ходе или при наезденной неровности. Вот такой вот нюанс. Кстати, люди в комментариях уже вычислили, откуда взяли концепцию дизайна. Тоже хочется дополнить, что когда я это говорил и увидел вообще до этого это в комментариях, я воспринял это просто как шутку. На самом деле, на мотовесне потом я увидел вот это. Тут просто никаких комментариев. Вот это настоящий инженерный трэш. Веселый инженерный трэш. Теперь о хорошем. В данных рендерах есть и нормальные, адекватные, хорошие решения. Я ни в коем случае не хочу похоронить начинание данного человека и надеюсь, что он его закончит и мы посмотрим на финальный результат. Тем не менее, я просто использовал как некий объект для обсуждения и легкой критики. Если вы думаете, что данное изделие это какой-то трэш, далее мы обязательно посмотрим, что нам может показать англоязычный Facebook, англоязычные соцсети и вы поймете, что некоторых глубин достигнуть крайне тяжело. Так что это изделие еще ничего. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь и ждите новые выпуски инженерного трэша. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!